МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Время спорта» и сегодня нам предстоит знакомство с корейским боевым искусством Тэквондо и командой Одинцовского тренера Георгия Пучко. Одинцовские тэквондисты в поселке Горки-8 тренируются чуть больше полугода. Здесь у воспитанников тренера Георгия Пучко отличная база. Просторный зал, достаточно времени и уютная атмосфера. Клуб фонда культуры правительства Москвы предоставил возможность ребятам из Назарева, Голицына и Одинцова готовиться к всероссийским и международным турнирам на своей базе. К опытным бойцам примкнули и начинающие спортсмены. Команда Георгия Пучко – это большая, а главное, дружная семья, где старшие помогают младшим, а младшие четко знают, кто на тренировке главный. Подъем бедра, встречный удар, удар включаем. Сиджак, удар и удар, заменяемся. Деревый встречный, встречаем, старт, встречаем, старт. Раз, два, три. Конечно. Теперь пальчики правой ногой. Георгий Александрович, большое спасибо, что вы пригласили нас на тренировку ваших спортсменов, чемпионов и чемпионок. Расскажите, пожалуйста, про команду, которая сейчас находится за нашими спинами, на ковре, что это за ребята и как давно они тренируются по нашим руководствам? Ребята занимаются уже на протяжении восьми лет обучения. Это тюрлованные спортсмены, сборная команда, победители чемпионатов Московской области, чемпионатов России, первенства России, которые выступали на Европе и входили в пятерку лучших спортсменов Европы. Также выступали в международных рейтингах в всех турнирах, становились чемпионами и призерами различных турниров. И все-таки наше внимание приходило к двум спортсменкам. Арина и Анастасия. Совсем недавно состоялись крупные соревнования, Всероссийский кубок Рязанского кремля. Рязанского кремля, да, это был в апреле, в начале апреля. Ключенки действительно выступали в серьезнейших поединках. Там сборная команды России, то есть там ниже нету ранга. И Арина провела 4 поединка, закончив все поединки досрочные, став чемпионкой этого Всероссийского турнира. Анастасия провела 5 поединков, тоже сложнейших поединков. И на золотом бале уступила там девочка с Иванова, тоже сборной России. Поэтому, ну да, сильнейшие поединки были, хорошие, достойные соперники. И сейчас, да, мы в данный момент готовимся, чтобы поехать в Грецию. Это были пробные все у нас такие моменты, да. А Греция – это уже старт такой более серьезный. Это отбор на чемпионат Европы. Ну и также мы набираем рейтинг, чтобы попасть на Олимпийские игры. Анастасия, Кландо, в чем преимущество? В чем? В чем? Во-первых, это развитие, то есть не только физическое, но еще и духовное развитие. Здесь спортсмен воспитывается не только, что как спортсмен, что только драться там, да, но у него есть моральные качества, да, воспитываются в нем, чтобы он мог почитать и уважать старшего. Чтобы он мог в школе там, да, с учителями не там правильно себя вести, да. То есть это все тоже способствует, то есть заниматься тэквондо. Ну, если брать, то есть чем отличается там в единоборске, в единоборске это все этому учат, да, везде, тогда он безопасный. В отличие от других единоборств. Вот посмотрите, обратите внимание, спортсмены берутся в полную экипировку. Это шлем, протектор, защита вся. Плюс убрали удар кулаком в голову, в отличие тоже от многих, то есть единоборств. Потому что в голову часто бьешь рукой, а здесь мы убрали, и только на протектор рукой можно бить. Ногой попасть очень сложно, поэтому редко очень прилетает нога в голову. А если прилетает, то где-то с кользом, потому что спортсмен, он двигается, вот, и где-то с кользом проходят там такие скользящие удары. И этого уже достаточно, чтобы получить балл. Анастасия и Арина Пучко – две сестры, две одаренные спортсменки. С самого раннего детства девочки в спортивном зале, когда папа – мастер спорта по тэквондоу, выбор невелик. Однако и тренеры, и спортсменки уверяют, что любовь к корейскому боевому искусству родилась сразу. Отсюда успехи, рвение и желание побеждать. В 2017 году Анастасия Пучко завоевала бронзовую награду на первенстве России, став первым в Подмосковье мастером спорта по тэквондо. Выступала на первенстве России по юниорам. В 2015 году заняла второе место. И в 2017 году завоевала третье место по молодежи. Также я выступала в январе на Open America. Завоевала третье место. Я дралась с олимпийскими призерами, чемпионами. Поступила на золотом бане. Я занимаюсь шесть раз в неделю, по два-три часа. Летом у нас проходят сборы, три месяца. Мы занимаемся с 8 утра до 6 часов вечера. Не отстает от сестры и Арина. На всероссийском турнире Кубок Рязанского Кремля девушка завоевала золото в весовой категории 46 килограммов. Спортсменка блестяще провела четыре боя. Сначала я не думала, что я достигнусь чемпионка России. Я не думала об этом. Я просто занималась, не понимала. Потом уже, когда официальный возраст наступил, я еще серьезнее стала относиться к этому спорту. Сейчас моя цель – это юношеские Олимпийские игры. С понедельника по субботу, воскресенье, выходной. Таков тренировочный график одинцовских тэквондисток Арины и Анастасии Пучко. Девушки усиленно готовятся к соревнованиям в Греции. Оттачивают мастерство их юной коллеги по команде. В 2017 году ученица шестого лицея Виктория Сафонова успела побывать на соревнованиях в Америке. Выступила блестяще, завоевала золото. Мы ездили в Америку. Там был турнир уровня G2. Он был крупный. Я заняла там третье место. Там было очень много стран. Были очень сильные соперницы. Твои соперницы кто были? Девочки, американки. Стараниями Георгия Пучко и Одинцовской федерации тэквондо корейское боевое искусство активно развивается в районе. В марте в спорткомплексе МГИМО прошел третий по счету открытый чемпионат по тэквондо на кубок главы Одинцовского района. Соревнование имело статус международного. Участие в нем приняли команды из ближнего зарубежья. В этом году мы подняли планку максимально. Пригласили с разных стран мира. Даже в Японию закидывали информацию. Единственное, им тяжело было лететь сюда. А так приехали с Сахалина. Команда приехала 40 человек. Команда ДНР приехала. У нас тоже 40 человек составом приехали. И с разных регионов. То есть Россия, Ростов, Питер, Якутия приезжала. Если брать страны, с Армении приезжало тоже около 40 человек. Латвия, Молдавия, Румыния приезжала. В общем, 8 стран, которые у нас здесь были. То есть довольно-таки серьезным, солидным составом приехали. Который показал результаты очень хорошие. Причем мы уехали с призами тоже. То есть призов хватило на всех. И все-таки, если мы немножко коснемся этого турнира, углубимся два дня. Соревнования проходили, да? Выступали на этом турнире заслуженные мастера спорта России. Мастера спорта международного класса. Мастера спорта. Кандидаты мастера спорта. То есть это чемпионы России, призеры мира, Европы. Высокий уровень был. Проходило это на пяти площадках у нас вот таких портов. Портов, да? То есть обеспечивали мы видео реплеями, чтобы были полностью там, да? То есть просмотры там, как положено. Вот. То есть все, что положено на международном стандарте, то есть мы все выполнили, то есть на высоком уровне, я так думаю. Ну понятно, вот эта планка взята. Что дальше? То есть в следующем году что вы планируете? Расширить охват участников? В следующем году он уже войдет, официально уже этот турнир входит в единый календарный план России. То есть до этого момента он не входил пока еще в единый календарный план. В 2018 он уже войдет в единый календарный план России и будет он всероссийским. То есть на нем будут присуждать уже разряды, то есть и приславить мастера спорта России. С недавних пор при помощи меценатов Одинцовские тэквондисты получили электронную систему, благодаря которой работа в зале становится еще более эффективной. Современная система позволяет проводить спарринги на самом высоком уровне. Мы используем сейчас электронную систему, тестируем. Электронная система ГЕН-2. Впервые его использовали в Рио-де-Жанейро на Олимпиаде. Двигаются спортсмены категории 44 килограмма. Вот мы сейчас пробуем на этой системе, так же будут выступать спортсмены в Греции. Точно такая же система будет. И вот спортсмены, как вы видите, всего выбили за все время, сколько бьют уже, то есть выбили всего 2 балла. Это очень сложно сделать на самом деле. То есть здесь не просто нужно ударить там в протектор, но нужно его продавить в протектор, чтобы выбить балл. Спортсмен должен ударить ногой в голову или в корпус. Удар ногой допускается любой удар. С развороту, пяткой, не пяткой, чем угодно. Удар в корпус – 2 балла ногой. Если с развороту в корпус – 3 балла. Если удар в голову ногой – просто. Это 3 балла. Если с развороту – это 4 балла. То есть за высокую технику прибавляется еще один балл. Сейчас у вас очень горячая пора, тренировки, соревнования. Что впереди? Уже коснулись Греции. Что дальше? Какие планы, какие перспективы у ваших спортсменов и спортсменок ваших? Спортсменов у нас ожидает сейчас отборочная на чемпионат России, на первенство России, на чемпионат России тоже. Многие спортсмены, которые здесь сейчас есть, там ребята, там девочки. И в данный момент мы сейчас готовимся к Греции. Греция – это отбор на Европу. Европа – это отбор на Олимпийские игры и так далее. То есть да, мы хотим планку поднять также, то есть на Олимпийские игры. За командой Московской области сколько ваших спортсменов выступает? Можно сказать, что здесь фактически вся сборная? За командой Московской области выступает у нас порядка 30-35 человек, которые будут сейчас выезжать. Представлять, как бы, район, да, Одинцовский район на Московской области. Я думаю, что отберутся у меня достаточные спортсменов, которые претендуют, то есть выступают на чемпионате России и на первенстве России. Я хотел бы поблагодарить клуб фонда культуры, который находится в поселке Горьки-8. Они предоставляют нам возможность заниматься, тренироваться, готовиться ежедневно, каждый день, в любое время. То есть, да, мы можем сюда приходить и тренироваться. Ну что ж, желаем вам удачи и успехов в реализации и осуществлении всего задуманного. И надеюсь, что мы уже с вами встретимся после очередного успешного турнира. Спасибо большое. Спасибо вам. Безусловно, главной мечтой Одинцовских тэквондистов является Олимпиада. К этой цели Арина и Анастасия идут уверенно. Пожелаем девушкам удачи. Субтитры подогнал «Симон»!